Добрый вечер, уважаемые телезрители! Добрый вечер в эфире телеканала ВИВИ.ТВ, программа Квартирник. И я сейчас уже сразу заранее хочу извиниться перед всеми соседями, потому что сегодня ко мне в гости пришли замечательные ребята, ансамбль... ансамбль... ансамбль тайм-аут. Привет! Вон соседи уже кричат. Им, наверное, плохо. Здравствуйте! Здравствуйте! Ребят, прежде, прежде, прежде сейчас, чтобы мы вот познакомиться, да, давайте начнем именно с музыкального момента, а потом я уже вас и представлю, расскажу, что, чего и как. Собственно, нет, не проблема. Мы за этим сюда и, собственно, и приехали. Ну, сейчас узнаете. Поехали! Мы сами не знаем. Поехали! 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 Вовсе стал орать Чтоб я шел Своей дорогой Не мешал им отдыхать Я уши Заркнул, мне помогает Никто меня не любит Никто не понимает Никто меня не любит Никто не понимает Никто меня не любит Ну давай! Я наезжать Пытался робко Но матом послан Был лихим Тогда я выкрутил импробки Сломал почтовые ящики Потом в милицию накапал И успокоившись душой В глазке три буквы Насарапал И потихонечку ушел Я уши Заркнул, мне помогает Никто меня не любит Никто не понимает Никто меня не любит Никто не понимает Никто меня не любит Я уши Заркнул, мне помогает Никто меня не любит Никто не понимает Никто меня не любит Никто не понимает Никто меня не любит ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот где-то примерно. Да, я, честно говоря, не знаю, может быть, кто-то только что подключился, что называется, к нашей программе. Хотелось бы еще раз, или для тех, кто не расслышал, хотел бы сказать, что сегодня у нас на квартирнике группа тайм-аут, или ансамбль, как правильно говорить? Ансамбль металлогической музыки тайм-аут. И позвольте сразу представить, ребят, я даже себе сделал специальную записочку. Александр Минаев, бас-гитара. Здравствуйте. Сергей Степанов, гитара. Андрей Родин, ударные инструменты. И Роман Мухачев, аккордеон. Самый мая, большой. Советский Союз. Он у нас самый красивый. Самый красивый, Роман Мухачев. Мой адрес, Советский Союз. Вот, германист. Первый парень на деревне. Ребята. А в деревне один дом. Саш, скажи такой вопрос тебе сразу. Вы родом Советского Союза? Да, мы все рядом здесь, в Москве живем. Миру посформирован, я имею в виду, в Советском Союзе? Да, конечно. Я про это говорю, то есть уже старые. СССР еще, да, старые. А, кстати, я тут узнал, оказывается, на нашем сайте зашел, а ребята из фан-клуба написали, оказывается, нам 22 года, чуть ли не сегодня или вчера исполнилось. Да вы что? Да. Ну, как жалко, что все-таки у нас... А мы прочмакали. Действительно, я думаю, что наши телезрители успеют еще познакомиться за время передачи с чмаканием и со всем остальным. Я думаю, что получу не меньше удовольствия. Получишь. Получу. Давай поговорим, как создавалась группа, откуда она, что она, как она и так далее. Вообще, кому взбрело в голову тайм-оут? Ну, если уж в историю совсем... Честно говоря, надоело все это дело рассказывать и особо не интересно, но в принципе, если надо, конечно, скажу, этот московский коллектив образовался в 1987 году. Работали мы, проживая в столице нашей Родины, работали в Дагестанской государственной филармонии, поэтому нас почему-то все считали группой из Махачкалы. Нет, на самом деле, эти ребята московские. Ну и вот докатились до того, что стали продвигать мотологическую доктрину в массы. Это вкратце. Да. А распространяться долго, я боюсь, что не хватит, наверное, времени. Эфирного времени. Хорошо, ты сказал... Оно очень дорогое. Хорошо. Вот чтобы наши телезрители сразу, раз и навсегда поняли, потому что мотологическая музыка. Сейчас мы их просто загрузили по полной программе. Что такое мотологическая музыка? А вот она. Она только что здесь прозвучала. Что на пальцах объяснять? Когда мы можем сыграть, кстати, еще что-нибудь. Еще что-нибудь? У нас есть такая возможность? В принципе, да. У нас есть возможность сыграть, а у вас есть возможность послушать. И не только у меня, но и у всех наших телезрителей. Давайте сыграем и еще поговорим. Да. Ну что, веселенькую тогда? Веселенькую, конечно. Веселенькую. Ну давай, начинай веселенькую. Ночь. Луна. Луна. Точу карандаши. Пару-пару-пару-пару-пару-пару. В пальцах лезвие предательский дрожит. Образ твой рисую уже четыре дня. Получается полная фигня. Я тебя замучаю, любовью могучую, жаркою опасною и разнообразною. Я тебя замучаю, любовью могучую, жаркою опасною и разнообразною. Ночь, луна, макарные сталбы. Ру-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Наливают эротические сны. От фантазии пухнет голова. Я шепчу запретные слова. Я тебя замучаю, любовью могучую, жаркою опасною и разнообразною. Я тебя замучаю, любовью могучую, жаркою опасною и разнообразною. Ночь, луна, макарные сталбы. Могильные кресты. Где-то здесь притаилась ты. Почва мягкая, копать не глубоко. По запаху, по запаху, найду тебя легко. Я тебя замучаю, любовью могучую, жаркою опасною и разнообразною. Я тебя замучаю, любовью могучую. Жаркою опасною и разнообразною. Я тебя замучаю, любовью могучую. Я тебя замучаю, любовью могучую. Я тебя замучаю, любовью могучую. Жаркою опасною и разнообразною. Ночь, луна, ночь, луна, ночь. Вот такая замечательная песня. Саша, скажи, пожалуйста, а почему вот одна из этих, ну, песни, которую вы сыграли, называется, почему именно «Аматологическая»? Вот чем это? В «Аматология»? Ну, это целая философия. Я боюсь, что на самом деле, я серьезно говорю, что это долго рассказывать. Мы же 22 года этим занимаемся. Осталось уже меньше часа эфира. Я вот не уложусь. Я понимаю. Боюсь, не уложусь. В чью светлую голову пришла эта философия? Ну, вообще, все это дело придумали мы вдвоем с Павлом Молчановым. Он сейчас в коллективе уже не трудится. Вот, ну, буквально полгода. Да, ушел на пенсию. Первый, кстати, «Аматологический пенсионер». А он до сих пор, он «Матолог» хоть или как? «Матолог», конечно, никто же, его, скажем так, погоны никто не срывал. Мы торжественно проводили на пенсию, повесили медаль, сказали, сиди дома. И гуляем. Да, вот, отдыхай. А мы, кстати, это же акустическая программа, мы ее совсем недавно сделали. И, в принципе, вот представляем сегодня акустику. А так обычно мы громче играем. То есть гораздо громче? Намного. Раза в два. То есть, в принципе, соседи могут сейчас не волноваться. Пусть отдыхают, пусть расслабляются. Вот, я так думаю, что в следующий раз, когда приедем, мы электрическую программу привезем. А, кстати, я хотел бы напомнить, ты уже об этом сказал, а я хочу точную сказать абсолютно. 29 мая. День рождения «Матологии». А, «Матологии». «Матологии», конечно, мы сейчас об этом же говорим. Просто фишка в том заключается, что группа старше «Матологии». Сначала была группа до 90... Сначала яйца, потом курица. Ну, бог ее там разберет. Ну, в общем, что-то было первым. Вот, в данном случае у нас был коллектив. Первым образовался, был банальный хэви-метал играл, собственно говоря. А «Матология» образовалась в 1990, да, или 1991 год. Вот, ну вот, да. В мае месяце действительно будет, да. А по поводу яиц или курицы, кто раньше, вот если в эту тему зашла, то мы тут же петух выяснили. Курица все-таки раньше была. Курица все-таки раньше была. Они будем сейчас обсуждать, да. Ее потом съели, да. Точно программы не хватит, курица была раньше, чем яйца. Откуда ты знаешь? Вот давай не будешь. Мне это теперь интересно стало, да. Я просто к чему говорю и к истокам веду и так далее. Я просто в 88-м году был на концерте тайм-аута в городе Белгороде, во дворце спорта. Я вот помню этот день, как сейчас. Когда мы сидели вот так вот, слушаем, а вы-то, ну вот это все было хэви метал. Были волосы, длинные штаны, узкие. Да, да. Они еще могли на нас нализать тогда. Как говорится, калории это маленькие злобные существа, которые пока мы спим, ушивают нашу одежду. Да, да, я помню. Вот, потом волосы повылезали, вот теперь мы сейчас играем на табуретках. Скажи, пожалуйста, я знаю, что есть определенные музыканты, или может быть они не музыканты, назовем их критиками. Которые говорят, что тайм-аута, ну какой это хэви метал, это попса, не рок, а всем не рок. У нас мотология, я же говорю, что музыка мотологическая, она не имеет отношения. То есть кайфовая? Ну да, просто вот в кайф, вот с гармошкой играем, и будет нахрен хэви метал. Играйте все, что угодно. Да. А можно еще гармошку в комбик включить с примочкой, может ураган. И уйти. И не слушать эту гадость. Скажи, пожалуйста, зритель, который приходит на концерты, он сразу становится мотологом? Или надо, как пионеры, принимаем в мотологии? Нет, чтобы расставить все точки, и мотологи вот только здесь присутствующие, а все остальные, либо хвачи, либо, скажем так, сочетствующие... Дятлы? Нет, почему здесь дятлы? Либо хвачи, это люди, которые движутся в правильном направлении вместе с мотологией, под нашими... Ёлки-палки, я хочу быть... Пожалуйста. Я хочу двигаться вместе с вами. Кстати, можешь в фан-клуб вступить, там есть удостоверение, будет у тебя под номером... Красная корочка? Я не знаю, какого он цвета, я, честно говоря, не видел. Заходи на сайт, пиши заявление, мы можем посодействовать. А почему не сделать уже партию мотологов, принимать в члены... А мы аполитичные. Члены не надо принимать. Это на любителей. Я не могу сказать. Сейчас мы далеко зайдем, сейчас мы далеко зайдем в этом разговоре. Давайте уж лучше что-нибудь сыграем и споем. Сыграем и споем. Да, сейчас, вот, мисс... Сейчас будет петь, я вам сейчас представлю человека. Так. Человек с большой бубой. Че. Вот он, это Сергей Степанов, автор песни, которую сейчас будем исполнять. Автор-рассказитель, собственно. Будешь... Скажешь два слова людям? Ну... Поздоровайся. 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 Скажи маме привет. Она телевизор не смотрит. Не смотрит телевизор. Ну, хорошо. Ну, пой тогда, что ли. Хотел бы голос услышать. А, голос? Вот, спасибо большое. Голос. Дай Бог тебе здоровья. Голос. И удовольствие. Как выводит. Переход украши пел. Большие деньги зарабатывал. А теперь здесь. Талантящий. Поднялся. Ну, ладно. Ну, ладно. Жертвы научной фантастики. Крепкие плечи, суровые лица. Питаю рожей, как не гордиться, как не поверить юродивой силе. Долго молились, пока лоб не разбили. Жертвы научной фантастики Гордо стоят и ликуют в сторонке. Можно кричать, но только не громко. Можно стоять до утра за вину. Зато повезло на язык помело. Жертвам научной фантастики Вешают гири на сильные уши. Если не веришь, сходи и послушай О том, как поют соловьи. Субтитры создавал DimaTorzok Жертвы научной фантастики Жертвы научной фантастики В��� SaruntHH Звучит гостью Дорогие друзья, у меня сегодня и у вас сегодня в гостях ансамбль Матологической музыки тайм-аут 541-2540, телефоны прямого эфира Если у вас еще есть какие-либо вопросы, звоните, задавайте Обязательно ребята на них ответят А это ты номер счета сказал, куда деньги переводить? Скажи, пожалуйста, кто пишет музыку в группе? Ну вот песня, которую сейчас произойдет, непосредственно вот автор И музыки, и слов Автор жжет Да, жжет не по-детски А то, что до этого, это были две мои песенки Так А вообще, ну у кого сочинится, тот и, собственно говоря Сейчас пишут все вообще В принципе, кому не лень Только они замучились отгонять уже От ручки Так, а кто является художественным, как это называется, худсоветом? Эту песню поем, эту песню не поем Ну скажем так, в конечной инстанции, она у нас в студии все это дело происходит Мы записываем материал, если на ухо не ложится, то мы либо откладываем, либо совсем в корзину Вот, поэтому все-таки коллегиально принимается решение Ну вот, ну на какой-то стадии там Ложится Ну а что у нас, как бы, руководитель коллектива, это Александр Минаев вообще-то Вот Но все, да, поскольку все у нас пацаны злые такие, вот И за словом в карман не лезут Как за добрым А у нас есть телефонный звонок телезритель, который, надеюсь, тоже за этим Слово не лезет Слово не лезет Слово не лезет Добрый вечер Алло, здравствуйте Здравствуйте Супер ребята у вас в эфире сегодня просто Да Чего у нас в эфире Супер ребята Да, это точно Спасибо Тайм-аута Мне бы хотелось услышать, ну, можно сказать, вот такую композицию Буратино Ооо А, значит, как рассчитываться будем? В конце эфира поляна А вот, не, ну, естественно, без Буратино мы никуда, потому что уже больше Я даже не помню, сколько лет мы ее играем В конце обязательно сыграем Не отходите от своего телевизионного приемника Слишком далеко И тогда действительно мы услышим и Буратино И не только И не только, потому что, ну, действительно, ребята приехали, чтобы Ну, сегодня поиграть, попеть, вот повеселиться Потому что вот то, что вы сейчас сыграли, да, и вот все эти песни Ну, видно, что эта музыка-то, вот она идет вот От души От души Самое главное Мастера исполняют Это самое главное Спасибо Сань, может, прочитаешь какой-нибудь короткий стишок перед следующей песней? Сейчас давайте мы попросим Романа Мухачева спеть Да вы что? У нас прямой эфир, я напоминаю, Роман, у нас прямой эфир И сейчас он споет Сейчас спою, как говорится, я Сейчас настроим У нас произошла смена инструментов Ну так, чтоб красиво было Так, так, так Что типа у нас же все поют А потом танцевать будем Как пойдем в пляж? Зажигать фонари? Да Понял Ну чем, поехали? Ну поехали, тебя все ждут Давай Давай Если стану я жить в океане Средь кальмаров, акул и бычков Стану я на подводной поляне Культивировать рыбы рачком Буду я вместе с рыбами глупыми Бороздить океанскую гладь Косяками и мелкими гробами Буду плавать, крутиться, нырять Веселиться я стану до одури Ну а если устану совсем Я прилягу на солнечный отмели И какую-нибудь устрицу съем Я не буду здесь долго И скажу, не таясь вам, друзья Перед вами не просто мотолог Человек-амфибия я КОНЕЦ Хорошего понемножку Ром, я вопрос тогда тебе Раз уж ты спел, отвечай Скажи, ну все люди как люди Гитара, удар Ну все понятно, все мы на этих играли На всем учились Тебя как угораздило на аккордеон научили А я всю жизнь на нем играл Как бы, да Учился в музыкальной школе Да Ну как-то потом жизнь занесла на клавишные На клавишные инструменты На черные-белые плиты, как говорят Давил-давил на плиты И потом вдруг как-то вспомнил Что у меня где-то дома в чулане Достал, сдул пыль Позвал меня, значит, один человек Его зовут Сергей Харута Классный парень Написал, кстати, песню Блинчики со сметаной в нашем коллективе Вот А он является аранжировщиком группы «Блестящий» Мой дружбан старин из пионерского лагеря Говорит, Ромыч, не записайте на аккордеоне блестящим пару треков Записал я ему, короче Вспомнил былое И теперь не расстаюсь На свадьбах-то удалось поиграть? Нет Вот как Чё ты врёшь? А-а-а-а Саш, давай-давай-давай Я сам видел Я видел Матерную чистоту А-а-а-да На свадьбе Паша молчал Ай, вот это было дело Это было Матологическая свадьба Расскажи про бабули Не надо Саш, давай переключаем тему Ну видно, что Ромба замечательный музыкант Есть образование, наверное, да? Ну, наверное, есть Никто знает Да не будем выяснять У нас же в коллективе никто вот эти бумажки-корочки не спрашивает Не спрашивает никто Да, и будешь играть Играй не можешь Иди отсюда нафиг Понимаешь? Поэтому простая работа Саш, скажи, пожалуйста Я, ну это известный факт По крайней мере для меня Может быть, для наших зрителей Это будет открытие Что группа Тайм-аут Внесена Занесена в книгу рекордов Гиннесса Как единственная Неповторимая группа Которая устроила 12-минутный концерт На Северном полюсе При минус там 182 градуса по Фаренгейту Нет, это мир схватит Нет, там было минус 28 на самом деле Минус 28 по Цельсию И я запомнил Там скорость ветра была 11 метров в секунду Это еще минус 11 градусов Да, да, да Вот, поэтому где-то Минус 38-39 было Вот мы играли Мы две песни смогли сыграть Как тебя туда занесло И вообще виски Меня Мы туда вот Мы все там были Так, и как Вот Ну, это тоже долгая история Хорошо, без Это была предвыборная компания Президентская В 95-м году И баллотировался в президенты Помимо Бориса Ельцина Еще там один наш знакомый Это красноярский бизнесмен Сергей Зырянов Так Он придумал себе такую вот Рекламную акцию Футбол на Северном полюсе Вот И, собственно говоря Меня пригласил Как журналиста туда Хотя я к журналистике Никакого отношения не имею Да я тоже Ну, дело не в этом Не важно А дело в том, что я говорю А что вы там типа На сухую будете играть Вам скультурная программа нужна Говорит А можешь обеспечить? Легко Говорит У меня есть и коллективчик уже Вот Своенный Да И мы думали Что мы будем только по дороге Туда играть Скажем так В теплых помещениях И акустическую программу Потом Он говорит, а на самом Северном полюсе Слабо сыграть Мы сказали, что нет И пришлось просто за базар отвечать Правильно Вот Приперли с собой колонки Пульт маленький И нам дали дизельный генератор Мы подключились и сыграли Вот Слушайте Молодцы Поэтому это сдуру Хорошо Это одна из страничек Вашей истории Скажи Вообще Были какие-нибудь концерты Которые вот Ну Где я не знаю Наверное тоже никто не был Или Или какие-то запоминающиеся особенные На Байконуре На Байконуре По-моему Единственный коллектив Который дал там Полноценный концерт Электрический Да Это было на стадионе На Байконуре Да До этого там был только Юрий Шевчук Но с акустической программой А полноценно Вот выступили мы Есть какая-то для вас разница Играть в стадионы Клубы Дворцы спорта Я не знаю Квартирный Как вот у меня Сегодня Мы везде играем хорошо Это я не сомневаюсь Поэтому разницы никакой Если мы везде раздаем Скажем так Качественный продукт То Все равно Вот Будет один человек Ну и сыграем ему хорошо Будет два Сыграем Еще лучше Сейчас я здесь один Но я уверен Что у нас У экранов наших телевизоров Огромная просто аудитория Потому что У меня в гостях сегодня Ансамбль Мотологической Музыки Музыки Это мастерное слово Ты так Продолжение Тайм-ау Друзья 541-2540 Телефон прямого эфира Если что Звоните Если что Задавайте свои вопросы Ребят поиграем? Можно Поехали А у нас А у нас Следующая песня Получается Я предлагаю Исполнить песню Под названием Поле чудес Зажигательная Песня Танцевальная А сейчас Это Сейчас все узнаем Сейчас Пожалуйста Кто там Медиатор застрел Нет Вот Импортный Я вожу с собой Вот Поэтому можно Это Можно У Кто там У телевизоров Сидит Танцуйте Чего сидите Давайте Жгем В общем Не прячьте Ваши денежки По банкам И углам Несите Ваши денежки Иначе Быть беде И в полночь Ваши денежки Заройте В землю Там И в полночь Ваши денежки Заройте В землю Где Заройте В землю Где Ни горы Ни враги И ни лес Ни океан Ни знай Берегов О поле О поле О поле 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 Чунес О поле Хорошенечко советуем мы вам, и вырастут ветвистые деревья в темноте, и вместо листьев денежки засеребрятся дам, и вместо листьев денежки засолодятся где, засолодятся где. Ни горы, ни обраги, ни лес, ни аквианты, знай, львов, а поле, 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 поле чудес. А поле, 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 поле чудес, поле чудес в стране дураков. Рэпс, вэпс, вэпс. Давай, Рома, шги. Рэпс, вэпс. Ты знай, львов, а поле, поле, поле чудес. А поле, 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 поле чудес, поле чудес в стране дураков. Рэпс, вэпс, вэпс. Рэпс, вэпс. Вот это поле чудес. Вот это, слушай, а тогда такой вопрос. Вот все, что мы сейчас спели, услышали, да, сыграли вы, а есть что-нибудь такое жалостливое, жалостливое, или ну его? Нет, ну, грустное есть. Жалостливое, тут уже спел одну, а грустное есть. Ну, мы испадем тоже песенку про осень. Ну вот, только я не знаю, можем прямо сейчас. Нет, она, вот есть такое лирическое, да, вот лирическое мышление? Ну, она, она лирическое. Лирическое. А любви есть? Давай, о вечной любви. Саш, о любви. А у нас все песни о любви. Я понимаю, а вот так, знаешь, чтобы она сегодня не пришла. Все, я пах, я прям это, все, хватит болтать, давайте делать шуми. Стойте, ребята, стойте. Он пошутил. У нас телефонный звонок. Это кто там песню прервал? Добрый вечер, дорогие наши телезрители. Здравствуйте, Дмитрий Завод. Хотелось бы передать огромный привет, перепитая Маус. Привет. С детства, не знаю, слушаю. Дима, с детства. Взаимно. Пойте, пожалуйста, песню уже разноучной фантастики. Ой, пропустил, дорогой, она была минут 10 назад. Прямо только что сыграли, спели эту песенку. А я знаете, что могу посоветовать? У нас, кстати, у нас же 5 марта будет концерт. Так. В клубе «Точка». Там будет программа большая, довольники. Мы там будем и акустическую программу играть, и электрическую. Так что, вот, молодой человек, приходите. Без вас не начнёте. Будет и тяжело, и легко. Да, и там жертву обязательно споём. Будет ярко, свидетельное шоу. Петрович обещал, пацан сказал, пацан сделал. Будет сверкать. Поехали, обещанную песню. Извините, что прервал вас, но телезритель ради них. Ну, естественно. Это святое. Телезритель, мы любим это дело. Петрович. Петрович, жги. Энергичней, Петрович, энергичней. Опять приходит осень, когда никто не просит. Под ноги листья бросит. Дождём холодным косит. Да, унылая пора. Я не хотел бы с ней один остаться до утра. Серебряным туманом меня опять обманет. Дождём в земле придавит и следа не оставит. Да, унылая пора. Я не хотел бы с ней один остаться до утра. Я не хотел бы с ней один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ну вот вам лирическое Это ансамбль «Тайм-аут», а у нас есть звоночек, надеюсь, это не от соседей, потому что ребята так шумят по-настоящему. Добрый вечер. Добрый вечер, Олег, это Володя Бифанов. Да, Володя, привет. Хотелось бы просто поблагодарить ребят за такую музыку и задать вопрос. Немножко подробнее можно о вашей дискографии узнать. Количество альбомов, что может быть новенькое планируется. Альбомов у нас много, я не знаю, сколько, 11 или 12, может, 13. А дисков сколько? А это, по-моему, одно и то же, насколько я понимаю. Дисков на один больше. На сайте, на самом деле, это можно посмотреть. Сейчас же народ продвинутый, залез в интернет, набрал time-out.ru и на наш сайт вылез. А то, что новое, ну, там проблемы, скажем так, не с нами. Материал у нас есть, у нас готовы материалы на два альбома. Один концертный, один студийный. Лежит всё это дело уже записанное. Проблема с изданиями. Никак не можем решить этот вопрос. Вот, собственно, как только решается, сразу выпускаем. А у нас есть ещё один телефон и звонок от нашего телезрителя. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Это звонок от соседей. У вас есть такая песня. Я люблю кататься. Можно её послушать? Ой, голосочек милый. Милый, что хочешь петь? А что, нет, а что, как вы можете отказать такому ангельскому голосочку? Ну, в принципе, я даже не знаю. Будем петь её? Давай. Давай, споём. Мы её, кстати, сделаем сейчас в акустическом. Так, теперь я сейчас объявлю специально для вас, наши многоуважаемые телезрительницы. Ансамбль мотологической музыки «Тайм-аут» исполняет «Я люблю кататься». Да. Ангельские голоса. Сейчас слава вспомню. Сейчас, подождите. Надо вспомнить слова, забыл. Нормальное дело бывает. А как оно? Не помнишь? Не помню. Серёж, ты помнишь? Основные слова там дважды вбудённые. Это основные. Сейчас звукорежиссёра спросим. Сплошные любители. А, вот. Звукорежиссёр, помни. Да здравствуй, Сергей Печенко, наш звукорежиссёр. Да. Промичные купли. Давай. И, опа. Дубль два. Запись дубля. Сплошные любители нас окружают. К примеру, любители острых чувств. Жёсткое порно они уважают. А есть любители разных. Исус. Кто любит подраться, кто любит нажраться, кто девушек любит без лишних слов. А есть такие, страшно признаться, любит мальчишек и даже А я люблю кататься, я люблю кататься. А я хочу кататься, я люблю кататься. А я люблю кататься, я люблю кататься. А я хочу кататься, я люблю кататься. Буду, буду я кататься в любой ситуации. По четвергам и пятницам машине. На задней сентябре, в октябре, в ноябре, в декабре, в январе, в фрале, по воде, по земле. А я люблю кататься, я люблю кататься. А я хочу кататься, я люблю кататься. А я люблю кататься, я люблю кататься. Барыня, 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 опа, 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 ля, валенки, да валенки. А я люблю кататься, я люблю кататься. Давай! Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ни денежного вознаграждения Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Не напрягаясь ни на что Иду в расстегнутом пальто И в неизвестном направлении Болит ужасно голова Бросаю под ноги слова И убираю от похмелья Раз, два, три Какие дни смешные Посмотри Просто расписные петлича Иду в ворон считаю Три, два, раз Я улетаю Раз, два, три Какие дни смешные Посмотри Просто расписные петлича Иду в ворон считаю Три, два, раз Я улетаю Я улетаю Я улетаю Вот И еще одну, да? Сразу что ли? Ты чего молчишь? Да я так заслушался, что просто я не знаю, что сказать еще Вы знаете, сейчас звонили люди, пока пели Звонили люди, передавали вам огромные приветы Есть кому передать привет, пока есть такая возможность? Еще раз хотим пригласить на наш концерт Так У нас 5 марта, дорогие телезрители Приходите все, 5 марта в клубе «Точка» в московском Будет наш В городе Москве В городе Москве, да Будет концерт Такой, ну большой концерт-то Весенний концерт Отметим это дело ударным трудом мотологическим на сцене Будем акустическую программу показывать То, что вот сейчас И электрическую Точнее, скажем так Все это дело будет замешано Возьмем электричество Станцы будут у нас Сами будем танцевать Пригласим вас Последний вопрос, который, наверное, я успею задать Ребят, ну, я думаю, что многим нашим телезрителям Ну, в общем, известно, что вы популярная группа Ансамбль, как угодно можно назвать Скажите, слагаемые успеха Что должно быть? Соединиться Я не знаю Что должно соединиться? Побольше оптимизма Вот, у нас самый веселый парень И будет все нормально Ясно? Побольше оптимизма И будет все нормально, сказал Петр Рович Побольше дебилизма Вот На квадратный километр Не знаем, если честно говоря У нас остается время буквально на одну композицию Какую мы поем? Ну, Буратино, естественно Тогда, с вашего позволения Я хотел бы сказать еще раз Нашим телезрителям Смотрите телеканал Видное ТВ Программу Квартирник Которая выходит по средам 20-30 У меня сегодня в гостях Был мотологический ансамбль Тайм-аут Друзья, я с вами прощаюсь Уважаемый телезритель И мы слушаем Тайм-аут Кто добрый сказка Входит в дом Кто здесь вот каждому знаком Кто ни ученый, ни бой Кто это покорил и спелость Вот кого повсюду узнает Скажите, как его зовут? У-ра-ти-но! 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 На голове его колбас Ну а колбас Будет враг Злодеям он покажет нос И распишет, друзья, До стесняй земляне Он поет Скажите, как его зовут? Гу-ра-ти-но! Гу-ра-ти-но! Степа, соло давай! Гу-ра-ти-но! Гу-ра-ти-но! Он окружил виской и малой Он не дружка, он живой В его руках отчасти ключи Потому он так везет и бесит Для него поет Зажите, как его зовут? У-ра-ти-но! Гу-ра-ти-но! У-ра-ти-но! У-ра-ти-но! Приезжайте к нам в Москву! Субтитры создавал DimaTorzok